Приветствую вас любители пневматики. Сегодня я собрал для вас 5 наиболее популярных мифов, которые есть в пневмосообществе, которые окружают это пневмосообщество. Они цветут и пахнут, и очень часто вы с ними столкнетесь, если начнете углубляться. И прежде чем мы начнем, я бы хотел поблагодарить Никифорова Станислава, который в этом сезоне проводит заочку на точность, БР на 100 метров. По мишени, похожей на мишени экстрим бенчреста. Сегодня завершающий этап. Как вы видите, я тоже стреляю его. Но ветер у меня очень сильный. Вчера было лучше, но у меня кончилась бумага, я не смог напечатать мишени. Поэтому я перенес это все на воскресенье, но как оказалось, с погодой мне не повезло. Тем не менее, в открытом классе я отстреляюсь сегодня и результаты свои предоставлю. В легком классе стрелять не вижу смысла. Флаги вот так вот ленты выгибают вверх. Нечитабельно абсолютно. Но тем не менее, я сегодня постреляю. Давайте начнем. Миф первый. Чем тяжелее пуля и чем выше ее скорость, тем ее меньше сносит ветром. На самом деле это не так. Так думают те, кто заказывают настройку или пытаются сделать настройку сами. Какие мотивы при этом преследуют люди? Ну то есть они считают, что чем быстрее пуля долетит до цели, тем ее меньше сдует ветром. На самом деле это не так. Ветровой снос зависит напрямую от баллистического коэффициента пули. Есть видео на канале, ссылочка в подсказочке. Пройдите, посмотрите, что это такое. Так вот, быка пули, конечно же, зависит от ее скорости. Но совсем не факт, что максимальный быка будет на максимальной скорости. И соответственно, если мы возьмем, допустим, самый тяжелый валан из доступных, которые в открытом доступе есть у всех, это пулька 2.2 Heavy King в калибре 6.35. И максимальный быка у нее на скорости от 255 до 265 км в час. И я вам об этом уже не раз говорил. И тем самым, если мы ее разгоняем на 300 км в час, то мы получаем как раз не самый высокий быка. И как бы это парадоксально не звучало, но и кучность, и ветровой снос на этой скорости у нее гораздо хуже получается. И неприятным бонусом мы получаем то, что винтовки, которые разгоняются под эту скорость, они работают на своих субмаксимальных настройках за пределами даже своих возможностей. Потому что производители на такую скорость их не рассчитывают. Большинство производителей проектируют винтовки под пульку весом 1.645 грамм в калибре 6.35. И то же самое с пулькой 1.645, вот эти наши любимые монстры-редизайны, которыми я сегодня стреляю. То же самое. В принципе, моя система позволяет разогнать эту пулю где-то до 330 км в час. Но на этой скорости отвратительная кучность, и ветром ее сносит больше. Поэтому мне приходится опускать скорость. Миф второй. Чем больше скорость пули, тем больше ее энергетика, и тем больше энергетики этой она передаст биоцели. Речь идет сейчас, как вы понимаете, про охоту. И второй мотив тех, кто разгоняет до 300 км в час свои тяжелые валаны, он строится именно из этой позиции. Дескать, энергетика у нас стартовая больше, соответственно, донесет до цели энергии больше, передаст больше. На самом деле, тоже здесь не все так просто. Да, действительно, на срезе ствола, чем выше скорость при прочих равных, тем больше энергетика пули. Это физика, ее не обмануть. Но, когда мы говорим о работе по биоцели, у нас здесь работают сопроникающая способность пули. То есть, грубо говоря, пробивная способность. То, на что больше всего обращают внимание неопытные эрганеры. То есть, когда они покупают винтовку и начинают стрелять в железо, в чайники, в сковородки, в доски, в бруски. И оценивают пробивную способность пули именно по тому, какое количество сантиметров или миллиметров того или иного материала она пробивает. И потом они это пытаются интерполировать на биоцель. На самом деле, она вообще ни о чем не говорит. В том плане, что вы можете оценивать, если вы пробили, допустим, сковородку, то вы спокойно завалите косулю. Нет, дело здесь не в этом. Вступает в силу второй момент. Это экспансивность. Под экспансивностью мы не будем вдаваться в дебри и в какие-то термины. Задача пули передать всю энергию, цели, для того, чтобы ее вывести из строя, грубо говоря. Провести аналогию здесь можно с военными и охотничьими пулями. Так как у них демитрально противоположные задачи. Я имею ввиду сейчас, конечно же, стрелковое оружие. Потому что есть боевое стрелковое оружие и есть его охотничьи аналоги. Так вот, есть пуля, которую применяют в военных целях. Она содержит стальной сердечник. Ее задача пробить как можно больше. Поразить за преградой живую силу противника. Но у нее нет задачи этого противника убить. Объясняю, почему так происходит. Здесь две концепции есть. Первая концепция. Это Женевская конвенция и такое понятие, как о гуманной пуле. То есть все вот эти экспансивные и разрывные пули, они запрещены Женевской конвенции. Для того, чтобы ранения были более гуманные и вызывали как можно меньше мучений. Казалось бы, нужно убить противника. Но нет. В силу вступает второе понятие. Такое, как санитарные потери. Когда солдат противника убит, максимум, что нужно сделать, это найти тело и похоронить. Все. На этом, в принципе, все заканчивается. Но если солдаты противника получают ранение, то его нужно мало того, что эвакуировать с поля боя, нужно еще по цепочке сортировки его перевести в соответствующий профильный госпиталь. То есть при этом мы полностью парализуем работу и максимально наносим урон противнику в целом. То есть получается на войне выгоднее ранить противника. Мы солдата как боевую единицу из строя выводим, но если его не убиваем, то, соответственно, загружаем работой все тыловые части, связанные с этим обеспечением. Казалось бы, парадокс какой-то, но именно поэтому боевые патроны на охоте не применяются. Они работают как дырокол, шило. То есть они пробили, оставили подранка. Потом гоняемся за этим подранком. Поэтому тот же карабин Симонова в калибре 7,62х39 на охоту очень неохотно берут. И совершенно по-другому работает охотничья пуля. Она и выглядит по-другому, и устройство у нее другое. То есть ее задача максимально передать энергетику зверю и остановить его на месте. И то же самое в нашей пневматической теме. Чем больше скорость у пули, тем меньшую энергию она отдает. Как бы казалось бы, да что ты за ерунду говоришь. На самом деле это так и есть. Если вы не попадаете в убойную зону, то ранение получается легкое. Пуля прошивает на вылет биоцель и летит дальше. И всю свою накопленную энергию она несет дальше и отдаст там какому-нибудь кустарнику, ветке, камню или пеньку. Но подранок уйдет. Снижая скорость, мы уменьшаем конечно же дульную энергию, но пуля имеет меньшую проникающую способность и всю свою энергию отдает цели. Поэтому, если у вас сейчас загнана максимально высоко энергетика и у вас большое количество подранков, я сталкиваюсь с этим постоянно, с этими жалобами. То есть покупают люди калибр 5.5, по максимуму его разгоняют и получают большое количество подранков. У меня было то же самое, когда я купил этот ганматодор. Он был настроен где-то под 300. Первые же мои поездки показали, что я слышу попадания, хлопки, но их опытный Кроухантер знает, о чем я сейчас говорю. Но при этом уходит подранок и я не вижу как он падает. И поэтому, когда я снизил скорость до рекомендуемых 282-285, все наладилось. Но самый мой добычливый девайс был Кроссман 1377 в калибре 4.5, пулькой 0.67 грамма и скоростью 255. Пуля не пробивала цель на вылет, но количество фрагов, которые падали на месте, приближалось к 80-90%, в отличие от других девайсов с более высокой скоростью. Поэтому нет никакого смысла гнаться за высокой скоростью и мотивировать это тем, что у вас уходят подранки. Чем вы выше загоняете скорость, тем больше у вас подранков. Миф третий. Существуют летящие и нелетящие партии пуль. Как ни странно, но источником этих мифов являются достаточно крепкие, если не сказать, что топовые стрелки, которые стреляют на соревнованиях. У них есть выверенная система, отточенная, тонко настроенная, которая показывает определенный результат. Ну вот происходит снижение запаса пуль. Покупается новая банка пуль на пробу, и винтовка перестает вдруг стрелять. Начинаются поиски, почему это так происходит. Начинаются измерения фотографии, пишутся петиции производителю, дескать, почему пропало качество этих пуль. И в таком духе. Все это дело муссируется на форумах, обрастает определенными слухами. Это подтверждается другими стрелками, у которых похожие системы. Но про копирование настроек мы поговорим дальше. Естественно, у них происходит то же самое. Потому что винтовки настроены определенным образом, и у них достаточно узкий диапазон кучных скоростей. И получается, что новая партия пуль с этими настройками не летит категорически. То есть там кучность в разы отличается. Если на 50 метров еще там более-менее что-то, то на 100 метров там катастрофа. И все, люди не могут с такими пулями выступать на соревнованиях. От этого начинаются поиски определенных видов пуль, определенных партий. Закупается все это в больших количествах. Кому-то повезло найти, кому-то не повезло. Кто-то съездил в Европу купил, кто-то здесь нашел на вторичном рынке. У кого-то старые запасы. Но все остаются заложниками вот этого стереотипа. На самом деле, партия летящая и не летящая, это понятие подходит только к одной конкретной винтовке. То есть, если с этой конкретной винтовки данная партия пуль не летит на этой скорости, то это не означает, что она не полетит на другой скорости. И то, что она не полетит на другой винтовке. Люди, которые об этом говорят, являются заложниками своих высокоточных изделий. По большей части, очень редко кто строит винтовки такого класса сам. Скорее всего, они будут заказаны у мастеров, которые под конкретную пулю прецизионно их настраивают. И, соответственно, владелец получает рекомендации стрелять конкретной определенной пулей. Что он, собственно, и делает. И когда вот это звено в виде привычной формы, диаметра, там, веса этой пули и партии заканчивается, начинаются эти проблемы. Но человек не может изменить настройки, потому что он боится вмешиваться в отточенный и работающий высокоточный инструмент. И у него есть достаточно узкий диапазон, в которых он пытается экспериментировать. Потому что данные винтовки, вот как та, которая стоит сейчас перед вами, они настраиваются на перерасход. Они настраиваются редуктором и ударной группой. И вот эта настройка, она очень-очень маленькая. То есть разброс скорости в пределах работы вот данной клапанной ударной группы, он не превышает 5, 6, ну 7 максимум метров в секунду. От минимума до максимума. И просто вот в этом узком диапазоне невозможно прострелять достаточно большое количество полок скоростей и поискать, какой скорости летит данная пуля. И получается, что они заложники своей настройки. Потому что сделать более глубокие изменения, ну, наверное, религия не позволяет. И так как винтовка изначально это высокоточный инструмент, то грубое вмешательство, конечно же, здесь неприемлемо. Особенно если винтовка покупалась уже с готовыми настройками. И отсюда идет вот это распространение информации про летящие и нелетящие партии. Ваш покорный слуга тоже был заложником этих стереотипов, ну, примерно, наверное, полтора года. Чуть дальше я поговорю про копирование схем, но были те же самые у меня моменты, когда я боялся трогать винтовку. Я даже почистить ее боялся. Не говоря уже о том, чтобы там в широких пределах играться со скоростью. А именно, поиск кучных скоростей для каждой конкретной партии пуль здесь является определяющим. По роду своей деятельности я делаю как спортивные винтовки, так и, скажем так, развлекательные. Поэтому в процессе работы бывают заказы на настройку конкретно на определенные пули. Но при этом клиент не привязывается к спортивным результатам. А так как основным критерием моей работы является кучность, то в поисках вот этой кучности приходится иногда в достаточно широких пределах экспериментировать. А так как для настройки используются совсем не те партии, которые у меня припасены для спортивных состязаний, которые я берегу как зеницу ока, на которой настроена моя спортивная винтовка в соответствующем классе, то я стреляю тем, что есть сейчас в продаже. И обнаружил, что в достаточно широких пределах колеблется вот эта вот полка кучных скоростей. И в зависимости от партии пуль, и в зависимости от винтовки приходится экспериментировать. И тем самым я могу сказать, что нет нелетящих партий пуль, есть пули, которые не летят конкретно у вас на данной конкретной настройке. И при хорошем желании, в принципе, вы можете подобрать новую партию пуль под свой конкретный ствол, если немножко заморочиться и уйти от шаблонов и стереотипов. Четвертый миф. Самая кучная пуля – это пуля в наибольшем калибре и имеющая наибольший вес. Тут стоит оговориться, что если мы говорим про стрельбу на 100 метров при ветре 7 метров в секунду, то, естественно, пуля с более высоким баллистическим коэффициентом будет здесь решать. Но если мы поговорим в глобальном смысле и не будем привязываться к таким экстремальным условиям стрельбы, а возьмем обычную стрельбу на 25 или 50 метров, то на самом деле это не так. И самая кучная пуля в тире, допустим, на дистанции и 25, и 50 метров будет самой легкой из тех, которыми обычно сейчас стреляют. Я не буду сейчас говорить про стрельбу на 10 метров и олимпийские дисциплины, про наши дисциплины поговорю. Это будет калибр 4,5 и это будет пулька 0,547 грамма. Да, увы и ах, но это так. Я вам дважды уже показывал, что винтовка в калибре 4,5 в достаточно таких тепличных условиях на 50 метров стреляет лучше. Это был хэвик 0,67, по-моему, грамма он весит. Но я неоднократно уже замечал, что пулька 0,547 грамма при ветре до 2-2,5 метров в секунду у меня летит еще лучше с винтовки, которая имеет соответствующие настройки. Поэтому все зависит от задачи. С чем это сейчас связано, почему я об этом говорю? Потому что винтовки час стоят практически у всех производителей абсолютно одинаково. И человек, который осуществляет выбор, вне зависимости от того, какие задачи он перед собой ставит, он рассуждает так. Я возьму большую дырку за те же деньги, грубо говоря. То есть пусть будет, запас мощности не помешает. Возьмем про запас. На самом деле это не так. Выбирайте винтовку под ваши задачи. Если вы планируете стрелять где-то на приусадебном участке или на даче на дистанции 25 метров, и вы хотите попадать по спичечным головкам, то нет никакого смысла вам покупать полигональный полнотелый егерь и настраивать его на 4-х граммовую пулю. Определяйте ваши задачи и ваши возможности. Не надо брать про запас. Никакого смысла в этом нет. Пятый миф и заключательный в этой подборке. Если будем тупо копировать настройки и сборки топовых стрелков, то будет нам счастье и будет все то же самое. На самом деле я тоже был заложником таких стереотипов. И примерно полтора-два года я пытался делать то же самое. Где я брал эти сборки? Ну, либо при личном общении, либо на форумах люди выкладывают свои настройки. Я их брал и применял на своей винтовке. И да, это работало, но были определенные нюансы и связаны они были с тем, что периодически эти настройки слетали или не работали в разных условиях. Допустим, я настроил у себя, приезжаю куда-то в другое место, у меня падает скорость, у меня все слетает, у меня пули летят не туда, не с той кучностью, которой я привык. И я не мог понять, с чем это связано. Я боялся трогать винтовку, боялся делать перенастройку, как и про тех стрелков, про которых я говорил в третьем мифе. Но все изменилось с того момента, когда я приобрел себе вторую винтовку с примерно похожими характеристиками, с таким же стволом, плюс-минус, и начал с ней эксперименты, оторвавшись. То есть у меня был соревновательный аппарат, а второй аппарат использовал я для экспериментов. И когда я оторвался от этих шаблонов, я понял, что каждая винтовка уникальна. Даже абсолютно одинаковые параметры ствола, длина ствола, все равно они имеют отличия. Я с этим сталкивался, когда работал с серийными винтовками, когда берешь, допустим, два изделия, тех же, допустим, Эдган Матадоры, или два Крикета, или две стрелки. То есть они имеют один форм-фактор, одинаковые параметры ствола, одну и ту же скорость, но стреляют они по-разному. И для второй винтовки приходится либо снижать, либо поднимать скорость. То же самое происходит и с конкретными изделиями, которые мы пытаемся копировать. Они хоть и настроены плюс-минус одинаково, но поджим ударника, настройка редуктора, заредукторный объем, может быть какие-то там есть нюансы, какие-то изменения. И просто взять и скопировать вы не можете. Плюс некоторые стрелки, они не знают, какие у них действительно параметры. То есть им сказал мастер, это так настроено. Но имейте в виду, что уважающий себя мастер вряд ли будет выкладывать в сеть полностью все свои наработки. Это просто не имеет смысла, особенно если человек зарабатывает на этом деньги. Я опять проведу аналогию с огнестрелом, в частности с высокоточной стрельбой. Это та тема, которой я сейчас очень сильно занимаюсь, увлекаюсь и поглощаю массу информации. Так вот я столкнулся с тем, что на определенном ресурсе определенный стрелок, высокоточник, топовый, с максимальным количеством опыта и максимальным количеством статей выкладывает массу полезной информации на тему стрельбы, релоудинга или еще чего-то. Но в то же время этот же стрелок предлагает платные курсы по тем же самым темам. И эти курсы стоят очень даже недешево. Можно сопоставить цену со стоимостью наших пневматических игрушек. И спрашивается, если человек такой пласт информации выкладывает в общественный доступ, что он может вам дать в этих платных курсах? Вот задумайтесь об этом. Когда вы просто пытаетесь скопировать чьи-то настройки и когда вам об этом говорит, ну пусть даже заслуженный уважаемый человек, который на этом зарабатывает. Это все к тому, что не существует универсальных рецептов. В процессе настройки идет поиск. Что-то меняется, что-то добавляется. Когда я ушел от этих шаблонов, то, как говорится, вот вам и появилось счастье. Я не только свои винтовки настроил, но и начал настраивать винтовки для спорта. Причем в последнее время я начал настраивать винтовки в калибре 4,5. И, допустим, вот ту винтовку, которую я вам недавно показывал, Тактика Black, так называемая, в калибре 4,5, где я вам рассказал, с какими трудностями я столкнулся. А настроил ее в первый раз, естественно, шаблонно, так как привык настраивать. А она не стала работать так, как мне бы этого хотелось. Тогда пришлось приложить ряд манипуляций. И вот я хочу вам показать отзывы человека, которого я получил. Он мне дважды уже написал благодарственное письмо. То есть человек получает удовольствие. А винтовка настроена немножко не так, как я настраиваю свои винтовки. То есть есть там нюансы. Естественно, про эти нюансы вам никто не расскажет. И мотив такой. Ты попробуй, конечно, поработай, но потом закажи у меня. Не обязательно у меня, но вы поняли, о чем идет речь. Поэтому не копируйте слепо то, о чем вам говорят. Пробуйте, отталкивайтесь, но не бойтесь экспериментов. Отойдите в сторону. Да, вы всегда можете вернуться. Если там с редуктором какие-то наработки, проблемы какие-то бывают. Не трогайте этот редуктор, который у вас работает. Купите другой. Не так дорого это стоит. Это будет стоить дешевле, чем вы загубите свой редуктор. Купите новый, а винтовку отправите опять на настройку. Вам вместе с транспортными в три раза дороже это встанет. Возьмите для экспериментов еще один редуктор. Но не бойтесь экспериментов. Настраивайте свои винтовки самостоятельно. Как я уже сказал, поменяется что-то. Пуля. Переедете вы в другое место. Винтовка у вас будет работать по-другому. Не бойтесь экспериментов. Спасибо большое за просмотр. Лайк, подписка, пишите комментарии. До новых встреч. Пока.